Первый этап медреформы Ульяны Супрун, так называемое первичное звено, стартует уже в следующем году. Совсем скоро всем украинцам придется заключить договор с семейным врачом. В больнице уже даже образцы таких деклараций разослали. Но вот только все ли готовы к этой реформе? Наш корреспондент Галина Якушко попыталась заключить договор с семейным врачом. Что из этого получилось? Посмотрите в ее сюжете. Больница в самом центре Львова. Возле этого кабинета на третьем этаже всегда много людей. В очереди и взрослые, и дети. Здесь принимает семейный врач. О том, что скоро с таким доктором каждый должен будет заключить договор, знают немногие. Знаю, насколько володеет ситуация с нового года. Надо будет выбирать своего персонального лекаря. Так как же заключить договор с таким врачом? Можно ли это сделать уже? Идем узнавать сами. Поход к семейному врачу начинается с регистратуры. Чтобы попасть в кабинет, нужно взять талончик. На табло в регистратуре время приема и данные врача. Стаж и квалификация. Информация скудная. Выбор семейного врача зависит от собственных предпочтений. Можно выбрать доктора, который принимает возле дома, которого посоветовали друзья, или о котором вы прочитали на форуме. Просто в интернете. В кабинете у врача компьютер есть доступ к интернету. Ведь он должен регистрировать пациента в единой электронной системе. Для этого необходим паспорт, ID-карта, вид на жительство или свидетельство о рождении ребенка. А еще идентификационный код. Со своего домашнего компьютера зарегистрироваться не получится. Семейный врач выдает такую вот декларацию. В ней указаны паспортные данные и место жительства. Это официальный документ начала вашего с врачом сотрудничества. Один экземпляр договора врач вручит вам, а на мобильный телефон придет персональный код. По нему пациент и сможет обращаться в больницу. Путь к узкому специалисту, к примеру, окулисту или лору, усложнится. К ним можно будет попасть либо за деньги, либо через семейного врача. Но пока все это дело будущего. Заключить договор с семейным врачом сейчас невозможно. Нет необходимой электронной системы. Лекарь подтверждает эту декларацию в электронной системе. И эта декларация регистрается в системе e-Health. А мы можем сейчас, например, посмотреть на компьютер, как оно электронно глядается? Сейчас мы этого не можем сделать. Оскільки для того, чтобы зарегистрировать эту декларацию и подписать, заклад и лекарь должны быть введены в систему e-Health. Мы еще не зарегистрированы. Никакая установка города Львова еще не зарегистрирована в системе e-Health. Пока нет ни системы, ни национальной службы здоровья. Фактически ядра – новации от Минздрава. Ведь предполагается, что именно этот орган будет регулировать все финансовые отношения в медицине. За каждого зарегистрированного пациента больницы от национальной службы здоровья планируют перечислять 370 гривен в год. Чем больше пациентов, тем больше денег получит семейный врач. Но при этом он сможет обслуживать максимум 2000 человек. Впрочем, не все эти деньги пойдут на зарплату медику. Часть останется в больнице. Чтобы стать семейным врачом, необходимо пройти обучение и получить лицензию. Фактически семейными врачами станут нынешние участковые терапевты. Под звуки бетономешалки и музыки в Никутской амбулатории семейной медицины введут ремонт. Все в процессе, деньги на то выделены, значит, в ремонте работы проводятся. Самое главное, что все встегли с той работой, что дах. Вот это самое главное. Так здесь готовятся к переменам. Красят стены, проводят канализацию, закупили компьютеры, провели интернет. Правда, техникой пока не пользуются. Держат под замком. Мониторы, системный блок и все комплектующие. В Паникутской амбулатории хорошо работает сарафанное радио. Об идеях Минздрава здесь слышали все. Что должно измениться, им рассказала Ольга. Она здесь единственный врач. В село вернулась сразу после университета. Работает уже третий год. За день принимает по 40 пациентов. В тестовой медсистеме амбулаторию уже зарегистрировала. У нас же как заклад в системе ЭХЭС, зарегистрировала как лекарь. И будет все в порядке. После реформы Ольге пообещали повысить зарплату до 18 тысяч гривен. А в амбулаторию прислать еще несколько семейных врачей. Правда, где их взять, пока неизвестно. На весь район таких вакансий как минимум пять. На данный момент их есть семь. Ну, а, соответственно, до нас прийдут педиатры. И, в принципе, мы будем обслуговывать. Но не везде ситуация настолько оптимистичная. Село Берегово во Львовской области. Чтобы добраться до медпункта, нужно пройти несколько десятков метров по такой вот грязи. Внутри обстановка не лучше. По черзе, как наливаю воду на одну руку. Помало ставлю чайник. Прозумеваю воду. Беру милу наношу. Тут у нас стоит ведро, куда-то вода заливается. Ну, и потом ту воду санитарка выносит, выливает. Сломанная лампа, обогреватель, телефон. Здесь нет не то, что компьютера, даже воды и отопления. Все удобства на улице. В этой амбулатории Ольга работает фельдшером. Пришла встроиться на работу по медицине. Ну, и сказала, что тут есть вольное место. И я пришла сюда на работу. Сказали, что тут есть перспектива, что надо делать амбулаторию. Тут надо делать евроремонт, переработать вход, вроде сказали. Надо сделать дозадковые кабинеты. Не на камеру обе Ольги рассказывают, что им предлагали работу в Польше. Там и условия в больницах лучше, и зарплата гораздо выше. Но девушки пока думают. Галина Якушко, Юрий Голубинко. Подробности недели. Телеканал Интер. Львов.